эпизод 10 тула и атланты следующих эпизодах 4 день нашего путешествия мы должны были покинуть мехико и отправиться в столицу штата и дарька городок тула дель енда нашем маршруте это пункт а и далее во время путешествия мы должны были пройти путем кецалькуатля то есть в точности повторить тот путь который проделали древние тальтеки с той территории где они много веков прожили осёдло со столицей в таване во время их миграции на полуостров юкатан куда они собственно принесли народа майя знания и технологии и после чего начался новый расцвет цивилизации северных майя собственно почему тула де аль енда и почему это так важно это не только тот город в котором был один из домов дона хуана это не только тот город в котором центральном соборе прошли все встречи бросившего вызов смерти с нагвалями линии дона хуана это не только тот город в котором находится дом сильвео мануэля но и место столицы древних тальтеков которая называлась талан цивилизация тальтеков это самая развитая из мезоамериканских цивилизаций знания которой заимствовали позднее ацтеки и позднее майя и так наш автобус ранним утром четвертого дня держал путь на тулу но совершил короткую вынужденную остановку на базаре лагуния это была суббота мы застали редких торговцев с их скудным скрабом встречались также и продавцы монет рынок фактически работает в полную силу только в один день в неделю это по воскресеньям в принципе не имеет большого смысла посещать его в другой день но мы решили все-таки выйти и отметиться и посмотреть тех редких торговцев которые там были в субботу утром а чем знаменит базар лагуния в одной из глав романа карлоса кастанеды описывается опыт карлоса это описывается событие когда произошел толчок дона хуана после которого карлос практически совершил телепортацию из одного места то есть из здания касс авиалиний в другое место города а именно на базар лагуния так вот очевидно что и то и другое место находились в зоне трещины между мирами об этом также позднее в романе дается комментарий хотелось если не установить то хотя бы посмотреть на то место на базаре куда могла быть совершена эта телепортация к сожалению установить его нереально абсолютно нереально потому как торговцы монетами встречаются в очень разных местах огромного рынка наверняка так было и ранее тем не менее вам предлагается короткий эпизод об этом происшествии из романа кастанеды показывая насколько разнообразен этот рынок в воскресные дни тем не менее вам предлагается короткий эпизод об этом происшествии из романа карлоса кастанеды на фоне видео которое показывает насколько разнообразен популярен этот рынок в воскресные дни наша следующая основка была в городе мехико мы остановились около парка ламеда там же где я когда-то остановился с доном хуана на следующий день в 10 часов утра мы были в авиаагентстве в которой дон хуан втолкнул меня однажды когда он меня втолкнул я влетел в одну дверь и вылетел через другую но уже не на улицу как должно было бы быть а на рынок находящийся примерно в двух километрах отсюда где я наблюдал тогда за деятельностью людей там присутствующих гордо рассуждала что авиаагентство так же как и мост было местом силы дверью пересечения параллельных линий нагваль толкнул меня через этот проход но я застрял посередине между двумя мирами между линиями и таким образом смог наблюдать за жизнью базара не будучи сам ее частью она сказала что нагваль конечно хотел пробегнуть меня сквозь дверь моё упрямство я вымешала ему и я в конце концов оказался на том же месте откуда ушел в этот мир карлос кастанеда книга дар орла глава 5 толпа разгневанных магов по маске известно сколько они религиозные или традиционные кстати выглядит хорошо фаскуале ладно пройдем вернемся сюда потом внимание небольшое объявление осенью этого 2023 года и феврале 2024 состоятся 9 дневные поездки по местам силы в сша шаста аризона и по центральной мексике если интересно участие в живую или онлайн прямо сейчас заполни анкету интересующегося в самом верху в описании к видео поездки по местам силы это всегда не только увидеть и побывать интересных местах но эта встреча с силой в конечном счете встречи с самим собой вскоре наш автобус колесил по скоростной магистрали по направлению к тули и мы по пути проводили в автобусе викторины разогревая призы одним из призов был колокол из кофейни с названием компонарио что в переводе с испанского означает колокольня это кафе находилась на центральной площади тулы площадь конституции и она располагалась здание оранжевого цвета расписанного цветами закрылась в 2020 году но интерьер со слов хозяйки оставался неизменным с 1980-х годов в этой кофейне сиживал и очевидно завтракал иногда карлос кастанеда поэтому колокол который разыгрывался в качестве приза был его свидетелем по сути другим призом было две ночевки в номере в туле в туле у нас было две ночи в номере максимально близком к тому номеру в котором карлос кастанеда прожил два года когда писал роман искусство сновидения то есть по два человека из группы могли своими знаниями выиграть ночевку в номере карлоса да и то что карлос прожил там два года это документальный факт который подтвержден в том числе и в записях отеля приводится в качестве сообщения на веб-сайте этого отеля и есть свидетели которые могут подтвердить что карлос прожил два года в этом отеле если вам интересен уровень сложности вопросов викторины мы приводим несколько точнее первые девять вопросов из этой викторины вы можете пытаться сейчас на них ответить взяв листочек бумаги и ручку и выписывая вашей версии ответов к слову большинство вопросов относится к содержимому романа карлоса кастанеда искусство сновидения который писался и переписывался здесь карлосом в тула дель енде вопрос номер один как звали нагваля линии дона хуана который первым встретил мага древности которого романах кастанеда именуют арендатором а нагваль хулиан б нагваль себастьян с нагваль элиас д дон хуан вам напротив цифра один нужно выписать один из вариантов ответа а б ц или д вопрос номер два в чем согласно дону хуану состоит пересечение вторых врат сновидения а сновидение увидеть себя то есть свое физическое тело спящим б увидеть сновидений свои руки c когда просыпаешься из одного сна в другом сне или использовать объекты сновидения для переключения на другой сон д когда тело энергии путешествует в особые конкретные места напротив цифры 2 вам нужно выписать а б ц или д один из вариантов ответа если вам интересно далее вы можете самостоятельно прочитать вопросы три четыре пять шесть семь восемь и девять с экрана поставить на паузу проигрывание видео на телефоне или на компьютере дать себе немного времени подумать и ответить на вопросы потом появятся правильные ответы но если вы завершили с ответами вы написав одну из букв напротив каждого из номеров с одного до девяти то сейчас мы приводим для вас правильные ответы к слову для общего развития расширения знаний во время всего путешествия в переездах были проведены шесть викторий на знание книг карлоса кастанеды на знание сведений о растениях силы на знание истории археологии культуры мексики ночевки в номере карлоса выиграли те кто набрал максимальное количество правильных ответов а именно ими оказались тиана и маргарита итак мы приехали в тулы и максимально быстро заселились два отеля в старинный реал катедраль находящийся в пяти минутах от него более современный best western постройки последних лет во времена карлоса его встреч с доном хуаном никаких других отелей в городе кроме реал катедраль не было приведем цитату из романа искусство сновидения как там описывается это отель когда я смог идти она проводила меня через площадь в единственную в городе гостиницу она убедила меня что у меня еще недостаточной энергии чтобы идти в дом к дону хуану что все там знают где мы находимся книга искусство сновидения карлос кастанеда глава 13 полет на крыльях намерения сразу оговоримся номер карлоса в котором тот прожил два года в отеле реаль катедраль находится не в том месте где сейчас находится номер который сдаются именуется как номер карлоса хотите узнать где на самом деле жил карлос эта информация доступна в платном варианте платного просмотра эпизода стоимость просмотра 9.99 долларов или евро или 799 рублей как оплатить напишите нам по ссылке в описании в социальных сетей после заселения в отеле нас ждала встреча с местным шаманом хесусом и сеньором августином уроженцем тулы который прожил в тула дольен да и всю свою жизнь сеньору августину уже за 70 то есть момент знакомства карлоса с доном хуаном ему было порядка 10 лет а когда дон хуан ушел ему было порядка 22 лет в течение двух дней проживания в туле и шаманы сеньор августин должны были провести нас к сакральным местам близ этого города и рассказать о них первую поездку мы притренили в археологическую зону тулы которые в эти дни открыты всего лишь до четырех часов дня в момент когда мы покидали ту уже было за два часа дня то есть нам нужно было быстро добраться до археологической зоны все там посмотреть благо она находится совсем близко в 10 минутах езды от центра тула до альенты время поездки шаман хесус представился и рассказал немного о себе здравствуйте я всех приветствую как уже говорили что меня зовут Иисус что я могу рассказать о себе я живу в мексиканских традициях традициях калтеков сейчас когда мы посетим археологическую зону то они будут рассказывать нам о значимых фигурах религиозных с точки зрения природы с точки зрения древних мексиканцев потому что сейчас то что везде нам дают это 40 процентов того что есть мексиканского и 60 процентов это исследование сейчас и wat календарь это не все новое это и после II и Многие вы знаете, знакомы уже с Фисусом по тому, что он вам заставлял в Таналаны, анатальные карты, где вы получили своих на основании календарей, на основании древнего календаря, который возник уже 450 лет назад до нашей эры. И в этом календаре есть священные животные, животные, которые являются вашими животными силами, вашей поддержкой. И также Фисус расскажет, что они занимаются изучением и распространением древней культуры мексиканской. Только связано с календарями, что очень многое потеряно или скрыто. Укрыта еще одна, но они занимаются их поиском, их изучением и выдают их людям, чтобы люди знали свою древнюю культуру, свои древние традиции. По приезду в археологическую зону Тула де Альенде, синьор Августин дал нам базовые сведения о цивилизации тальтеков. В том числе рассказал о том, что столица тальтеков Талан был в свое время вторым по численности населением городом в Древней Мизоамерике. И в целом территория империи тальтеков была достаточно обширна. В 1970 году профессор Малтыцума примерно посчитал, что территория, которую занимали талтеки, составляет 170 километров и проживало здесь порядка 80 тысяч человек. Сейчас, изучая эти земли, пришли к выводу, проводя ультразвуковые исследования, что территория была гораздо больше, учитывая все пригороды, все, что проживало вокруг этой зоны, составляет порядка 40 тысяч километров. Первый, в соответствии с исследованием, это все-таки остается город Тиоакан, у которого всего 22 тысяч километра была площадь. И следующее идет по масштабности, это зона Тулы, где проживали талтеки. И талтеки нашли в этой зоне три типа воды. Это вода сладкая, вода из рек и воду соленую. Ну и также эта зона, она очень плодородна и насыщена лечебными травами и травами магическими. До закрытия археологическая зона оставалась уже порядка полутора часов. Мы быстрым шагом двинулись по кактусовой аллее к пирамидам Б и Ц, идти примерно 15 минут, на одной из которых, конкретно на пирамиде Б, на вершине находятся атланты. По пути и шаманы сеньор Августин рассказывали нам о целебных свойствах кактусов и других растений, произрастающих здесь и использующихся в народной медицине. Некоторые кактусы, к слову сказать, растут очень медленно, например, по одному сантиметру в год или менее. Так что по той аллее, по которой мы шли, этой аллее несколько сотен лет. Эта трава помогает исцелению кожи и всех кожных заболеваний. И это трава, которая помогает при церебральном параличе. Есть трава, которая помогает исцелять или поддерживать человека при эпилепсии. Мы для гипертензии, как и картофрин. Мы для гипертонуса. 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 И если кто-то хочет делать подношение своей кровью, то для этого используют политическую масле. До восхождения на пирамиду с Атлантами, шаман показал нам древние рисунки на плитах и дал комментарии об образе жизни древних тальтеков и их верованиях. Вот несколько фрагментов из нашей беседы с шаманом. Субтитры создавал DimaTorzok Это палка руководителя. Палка не только предназначена к руководителю, но также и людям, уважаемым людям со знаниями. И только с этой палкой они могли войти на пирамиды для совершения обряда. И важное значение имеет Кицелькадль, пернатый змей, который является собой соединение космической энергии и энергии Земли. И всегда, если вы увидите, то голова Кицелькадля, всегда находится его изображение выше над всеми остальными религиозными изображениями. Что является собой то, что для древних народов Мексики важное значение было все-таки космические знания. Также здесь можно увидеть звезду. И звезда является собой одной из легенд, что человек, знающий, он превратился... В своем сердце нес так много добра, что он превратился в звезду. И также большое значение представляет собой кукуруза для мексиканцев, потому что они верят, что они произошли из кукурузы. И поэтому на многих изображениях можно увидеть маленькие початки. И сейчас, прежде чем мы войдем на священный алтарь, на священное здание, мы опять принесем подношение табаком, чтобы нам позволили вступить на эту священную территорию. Чтобы уйти и уйти, пытаются сделать это снизу, в зиг-заг. Я рассказал им, что ездил в город Тулу, где посетил несколько археологических развалин. Больше всего на меня произвел впечатление ансамбль из четырех фигур колоссальных, колоннообразных, называемых атланты, которые стоят на плоской крыше пирамиды. Каждая из почти цилиндрических фигур высотой 4,5 метра и в поперечнике 0,9 метра, изготовлены они из четырех отдельных глыб базальта и вырезаны в виде того, что, по мнению археологов, должно выражать талтекских воинов, облаченных в воинские доспехи. В шести метрах позади каждой из этих фигур на вершине пирамиды находится еще один ряд из четырех прямоугольных колонн, приблизительно той же высоты и ширины, как и первая. И также изготовленных из отдельных каменных глыб. Карлос Кастанеда, книга Дара Орла, глава первая, фиксация второго внимания. То есть эта фигура перед нами, те, которые находятся вокруг, позади, они все представляют собой Кицель-Куатля. Тот, который летает по небу, тот, который ползает по земле, тот, который является собой огонь и тот, который является собой воду. Представляет собой дуалитат, двойственность, огонь и вода. И представляет также собой нашу мать-землю Тананцин. «Это не мужчины, это женщины», — сказал он. «Пирамида является центром устойчивости и порядка. Фигуры представлены четырьмя ее углами. Это четыре ветра, четыре направления. Они фундамент и основа пирамиды. Они должны быть женщинами, мужеподобными женщинами, если хочешь. Как ты знаешь сам, мы мужчины не ахти какие. Мы хорошая связка, клей, чтобы удерживать вещи вместе, но и только». Карлос Кастанеда, книга «Дар Орла», глава первая, фиксация второго внимания. Атланты — это нагваль. Они сновидящие. Они представляют собой порядок второго внимания, выведенного вперед. Поэтому они такие пугающие и загадочные. Они существа войны, но не разрушения. Другой ряд колонн прямоугольных представляет собой порядок первого внимания, тональ. Они сталкеры. Вот почему они покрыты надписями. Они очень миролюбивы и мудры, в отличие от первого ряда. Карлос Кастанеда, книга «Дар Орла», глава первой, фиксация второго внимания. Кецелькатль, который изображается хвостом вверх, он представляет собой соединение небесной энергии с энергией Земли. И здесь мы видим изображения, вырезанные ракушки. Ракушки представляют собой женскую энергию. Таким образом, Кецелькатль представляет собой единение мужского и женского. И также Кецелькатль – это вода, которая падает к нам с неба, чтобы оплодотворить нашу землю, чтобы сделать ее плодородной и накормить нас. И также у них в руках есть оружие, которое представляет собой гармонию между плохим и хорошим. И я знаю, что сандалии, если вы обратите на ноги статуи, показывают, что это очень важные персонажи своей эпохи. И с племенами они имеют знания. И перья, которые у них на голове, в их коронах, показывают, что они имеют знания. То есть это люди знания. Смотрите на фигуры атлантов. Это тоже Кецелькатль. Это пято солнце. И уже появляется как шестой солнце. Он изменит и превращается в шестой солнце. То есть это пятое солнце, оно уже меняется на шестое. То есть оно будет изменено на шестое солнце. И там есть его цветный цвет. И вы видите, что до сих пор у Атлантов сохранилось их окрас, красный пигмент. Это символизирует их крош. И также здесь были пигменты синий, желтый и белый. Потому что они представляют собой направление четырех сторон света. В данный момент вы знакомитесь с бесплатным вариантом видео эпизода, который, конечно, не обладает всей полнотой информации. Если приобретаете полную версию видео эпизода за 9.99 долларов или евро или 799 рублей, ссылки как с нами связаться и получить платный вариант доступа приводится в описании к этому видео. То вы узнаете в следующем фрагменте о том, что Атланты держат в своих руках в правой и в левой руке. Каковы были обстоятельства, чтобы найти эти фигуры, когда они были найдены, кем и где именно они находились, где залегали. А также то, что находится с обратной стороны Атлантов со стороны поясницы. То есть чем они отличаются так от всех других скульптур, в чем их уникальность и особенность. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok